Забавно, в этих базарах, в общем-то, находящих, а не мало дорогих. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня пятница, 18 марта. Уважаемые телезрители, сейчас мы вас познакомим с новостями города и района. Вчера, 17 марта, состоялось производственное совещание по вопросам выполнения плана по продаже государству мяса и молока. На совещании присутствовали все руководители хозяйств и перерабатывающих сельскохозяйственных предприятий. Вел совещание начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Алимбаревич Салихов. На совещании ввелся серьезный разговор о недостатках, возникших с продажей сельскохозяйственных продуктов государству. Например, при плане первого квартала 7600 центнеров, на сегодняшний день продано мясо 3500 центнеров, что составляет к уровню прошлого года 64%. Для сравнения, за этот же период, 1993 года, сдано государству 5422 центнера. Квартальные планы выполнили колхозы «Восток» на 101%, имени Ходайбердина – 219%, «Мир» – 125%. Не уделяют должного внимания по продаже мяса колхозы имени Чапаева, Ленин-Юлы, Правда, Энгельса, Урал. Несколько лучше обстоят дела по продаже хозяйствами молока государству. Квартальный план по молоку выполнен на 85%. При плане 32000 центнеров сдано государству 27082 центнера, что составило к уровню прошлого года за тот же период 101%. Для сравнения скажем, что за тот же период, 1993 года, было сдано 26900 центнеров. Выполнили план по продаже молока государству хозяйства «Победа», «Ленин-Юлы», имени Ходайбердина, «Искра», имени Калинина, «Дружба», «Родина», «Эленин-Карно», «Воединский совхоз». В числе невыполнивших план по продаже молока значатся колхозы имени Чапаева, «Урожай», «Правда», «Урал», «Буйский совхоз». Неплохо было бы учесть этим хозяйством, что весомый результат мог бы дать сбор молока у населения. На совещании также затрагивался вопрос о падеже скота. Отмечалось, что большой падеж крупного рогатого скота допущен в колхозах имени Чапаева, «Восток», «Мир», «Урал». По району, по сравнению с 1993 годом, пало на 33 головы крупного рогатого скота больше. За два месяца всего по району упало 255 голов крупного рогатого скота. Меньше получено и телят на 40 голов. Также на 1519 голов меньше по уровню прошлого года получено ягнят. Совещание носило открытый деловой характер о путях разрешения этих проблем. Управление сельского хозяйства и продовольствия, администрация города и района ставит задачу ликвидировать недостатки в течение первого полугодия. В хозяйствах района идет подготовка к весеннеполевым работам. Во многих колхозах и совхозах труженики полей заняты вывозкой органики. В колхозе имени Чапаева создан совместный отряд механизаторов колхоза и рабочих районной сельхозтехники. Шесть автомобилей и два автопогрузчика из сельхозтехники, три автомобиля колхоза каждый день вывозят на поля 350-400 тонн органики. В эти дни совместный отряд трудится в Гудбургской бригаде. Всего вывезено 6700 тонн. Руководство колхоза и в ближайшие дни планирует продолжить вывозку органики на поля. Не забывают колхозники и о семейном отдыхе после трудового дня. Силами работников сельских библиотек и Центральной детской библиотеки во многих селах района проведены вечера семейного отдыха. Этот районный смотр-конкурс несет в себе две цели – пропаганду книги и совместный семейный отдых родителей, работающих в колхозе, и их детей. Каждая семья создает свою команду. Родители на основе передач центрального телевидения «Устами младенца. Счастливый случай» готовят друг к другу вопросы, причем все они связаны с тем или иным литературным произведением. В игре самые непосредственные участия принимают дети и зрители. Такие вечера семейного отдыха проведены в селах Югамаш, Месигутово, Ямады, Байгузино. Вечера оставили самые лучшие впечатления как у участников, так и у зрителей. Уважаемые телезрители, нашу передачу продолжит дневник Дней Удмуртской культуры и искусства, которые прошли в нашем районе с 11 по 13 марта. У нас большой праздник. Праздник, который привлек всех жителей района, независимо от национальности, возраста и места проживания. В районе проходят Дни Удмуртской культуры и искусства. Приехали гости из города Ижевска, Пермской области, Таташлинского, Ермикеевского, Бураевского, Калтасинского районов нашей республики. Мы от всей души рады приветствовать на земле нашего Янаульского района всех наших друзей, братьев и сестер. На территории Янаульского района дружно, душа в душу, живут люди разной национальности. И русские, и удмурты, татары, и башкиры, морицы и чуваши. Уважение друг к другу, родственные отношения возникли еще задолго до того, как люди узнали, что они разных национальностей. На территории нашего района живут 6757 удмуртов. Есть села, где компактно проживает лишь удмуртское население. Вот по этим селам, а именно в Барабановку, Максимово, Старый Варяж, Шудек и Каймашабаш разъехались наши гости. Наша передача создавалась на базе яркого и самобытного национального фестиваля, который прошел в деревне Барабановка. ПЕСНЯ Жители села встречали гостей из Гондарского района Пермской области в красивых национальных одеждах с хлебом с маслом, национальным напитком сур. Приветственные слова произнесли и встретили, согласно удмуртским обычаям, ветераны труда, уважаемые в селе люди Садриев-Тимирьян и Гаязова-Минзия. Садриев-Тимирьян, ага, приветствовал гостей телякам, в котором сказал, «Дорогие гости, мы встречаем вас с хлебом с маслом и просим у Господа Бога, чтобы Ты дал нам хорошую жизнь, не покидал нас в беде. Дай всем народам здоровья и благополучия, доброжелательное отношение. Господи, дай нам жить с нашими близкими родственниками в мире и согласии. Чтобы дети наши не огорчали нас, пусть хлеба наши уродятся, чтобы Ты, Господи, нас хранил от бед. На улице был даже накрыт стол с удмуртскими национальными блюдами, где стояли знаменитые перепечи, шуба лишь из калины, барышанга земляника, кожи пирог с горохом, табань блины и чумар чак-чак, которые испекли самые умелые хозяйки села. Гости отведали и сур, который прибавляет в человеке силы, потому что изготовлен из трав. А затем на улице танцевали все, и гости из Гондаря, и жители барабановки, и стар, и млад. После этого все прошли в местный дом культуры, чтобы продолжить веселье. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Глава сельской администрации Шардинов Касим Шардинович приветствовал всех и рассказал о необходимости сохранения и передачи национальных обычаев детям, чтобы не забывали, хранили они их, обновляли и привносили что-то новое. Говорил о том, что общение с судмортами соседних регионов обогатит культуру, и они хотели бы перенять, если возможно, у гостей их традиции и обычаи. Рассказал о том, что очень рад этой встрече. Директор Барабановской средней школы Ахмедханов Юрий Уракович рассказал о происхождении села, об ее истории, названии и сказал, что Паудмуртское село называется Пестеряк. Деревня образована в 1856 году. Председатель колхоза Давлетов Даниль Дарвинович поздравил всех с этим праздником, еще раз поблагодарил организаторов фестиваля и от имени колхоза вручил гостям красивый расписной самовар. Председатель Удмуртского центра Пермской области Меншарипов Шерифьян Меншарипович рассказал о том, что ему очень приятно слышать, что многие гости говорят на удмуртском, русском, татарском языках. Он рассказал о традициях проведения праздников Первой Борозды, Первой Снапы, прочитал свои стихи, где говорится о том, что дают слово, что будут жить в мире и дружбе. Выступили также председатель Удмуртского общественного культурного центра Юрий Саитович Саитов, заместитель главы города и района Фикус Нуриханович Карамов, также приветствовал гостей и от имени администрации преподнес чайные сервизы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Чтоб между концертами вот сели, выпили чай и нас померали. АПЛОДИСМЕНТЫ Затем начался фестиваль. На сцену вышли гости. Они пели о дружбе, о том, что приехали к бою друзьям с большим уважением и любовью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Композиция о том, как солдат вернулся домой, была своеобразным продолжением той встречи, которая состоялась здесь, на земле Барабановки, два года назад. Гости из Гондаря тогда показали жителям Барабановки проводы в армию. А сейчас, два года спустя, солдат вернулся домой. Со сцены звучали не только удмуртские, но и татарские народные мелодии. Тальянку, на которой играет наш гость Федор Мухаяров, он сделал сам. Кстати, желающие могли приобрести их, ведь гости приехали не только петь и плясать, но и торговать. С большой, очень содержательной концертной программы выступили жители села Барабановка. ПЕСНЯ О том, насколько мудры жители и руководители колхоза, задумываешься тогда, когда на сцену поднимаются дети. В красивых национальных костюмах, на прекрасном удмуртском языке, они пели и плясали. Дети поют. Мы хотим удивить всех своими песнями и танцами. ПЕСНЯ Очень содержательную и интересную композицию показали люди старшего поколения. Сценки из жизни послевоенных годов, о том, как они сеяли, жали, раздавали овес по ложечке каждому, ненароком вышибали слезу из глаз. Сколько пережили эти женщины, сколько тягот перенесли, но сумели сохранить в себе тепло души человеческой, умение радоваться жизни. Вот у кого нам надо учиться оптимизму и великодушию. ПЕСНЯ Вот такую обширную культурную программу с привлечением многих жителей села подготовила Барабановка. Спасибо им за это огромное. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В конце вечера Юрий Саидович Саидов поблагодарил всех организаторов национального фестиваля. Отметил он и директора Барабановской средней школы Ахмедханова Юрия Урагбаевича. Немало труда вложено им не только в подготовке детской концертной программы, но и в том, что под его руководством в школе ведется большая работа по сохранению удмуртского языка, культуры и обычаи. Очень благодарна наша творческая группа Саидовой Раисе Садыровне, которая буквально переводила нам содержание любой песни, стихотворения. Мы беседуем с председателем Удмуртского общественного центра города Ижевска Орловой Лидией Васильевной. Эти дни культуры имеют огромное значение для всех народов, проживающих в Башкирии, даже в Татарии, в Удмуртии. Я очень рада, что есть такие дни культуры, что нас сюда пригласили. Башкирия тоже старается эту политику вести, потому что я сегодня вижу очень большой праздник, они сделали для удмуртов. Здесь были дети маленькие, они же это не забудут, это останется навсегда в сердцах, они его будут, этот праздник будут с любовью вспоминать, и они будут гордиться своей нацией. Ведь надо же, для них сделали такой праздник, и они на своем национальном языке разговаривали, выступали, одежда своя национальная, это уже любовь своей нации. А если свою нацию ты любишь, ты будешь любить и другие культуры, и другие нации, будешь это уважать, и башкирскую нацию. И я уже здесь вижу в костюмах удмурских очень много башкирских элементов. Это уже любовь. На следующий день фестиваль был продолжен в Янауле. На галоконцерт, который состоялся во Дворце культуры, съехались все гости, участники фестиваля, горожане и сельские жители Янаульского района. Зал был полон, все места были заняты, люди стояли даже в проходах. Зал был полон, все места. Зал был полон, все места. Зал был полон, все места. А со сцены звучали задушевные и зажигательные песни, искрометные танцы и мудрые слова о дружбе международными, населяющими нашу землю. Особенно понравились зрителям удивительно талантливые, веселые и гармоничные молодые танцоры фольклорного ансамбля «Сейрен» из профессионально-технического училища города Нефтекамска. КОНЕЦ 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 На сцене сменялись друг за другом удмуртские, татарские, марийские народные танцы. Покорили зрители выступления фольклорного ансамбля из Таташлинского района, острые колки злободневной частушки ансамбля «Кибашлы» Дебёсского района из Удмуртии, самодеятельные артисты из колхозов нашего района «Восток», «Победа», имени Мичурина, имени Куйбышева и многих-многих других. КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На фестиваль приехало много гостей. Среди них исполняющие обязанности министра культуры Республики Башкортостан, заслуженный работник культуры Республики Анисимова Светлана Аркадьевна, директор Республиканского центра народного творчества Министерства культуры Удмуртии Костяева Нина Михайловна, директор Международного центра народного творчества Содружества Министерства культуры Республики Башкортостан Юрин Владимир Константинович, поэтесса Романова Галина Васильевна из Ижевска, заведующая отделением краеведения Республиканской библиотеки Удмуртии Бачкорева Надежда Николаевна, председатель Удмуртского общественно-культурного центра из города Ижевска Орлова Лидия Васильевна, председатель Удмуртского центра Коединского района Меншарипов Шерифян Меншарипович. Фестиваль Удмуртского искусства и культуры удался. Фестиваль состоялся. Его участники, и гости, и жители района запомнят этот яркий, самобытный фестиваль надолго. Об этом же сказал и исполняющий обязанности главы администрации города Янау и Янаульского района Мухаммеддина Фирус Канифович. От имени Министерства культуры Республики Башкортостан выступила Анисимова Светлана Аркадьевна. Могло приехать такое большое количество поющих, танцующих, играющих гостей. Спасибо вам за ваш теплый прием, за вчерашнее прекрасное выступление и встречу этих коллективов у себя в хозяйствах. Ваше население настолько великолепно принимает, что, наверное, такой праздник у вас на Янаульской земле будет непосредственно. Воистину Дни Удмуртской культуры и искусства стали настоящим праздником для всего многонационального Янаульского района. Уважаемые телезрители, дневник о днях Удмуртской культуры и искусства подготовила Елена Тарисова. Удмуртская культуры и искусства Удмуртская культуры и искусства КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ На этом наша передача окончена. Доброго вам рабочего дня!